Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Наконец-то у меня появилась возможность уничтожить очередное место фарма, разобрался с крафтовыми профами и теперь займусь добывающими. 16 числа я кидал скриншот то, что имеется аналог Кобры. То, что вновь будем подтягивать своих снимателей шкур в одно определённое место и будем снимать замечательный реагент. В данный текущий момент этот реагент пользуется спросом. Люди получили первую искру знамения и начали крафтить оружие. Зачем? Непонятно. Куда торопятся? Тоже непонятно. Сезон ещё не начался, они уже крафт вещицы. Если мы рассмотрим некоторое оружие, то реально требуется превосходный клык зверя. Цена на аукционе 20-21 тысяча. Цена варьируется. Для некоторых пушек, конечно, нужен нуль камень, но чаще, конечно, встречается клык. В этом видосике на твинке полностью всё с нуля соберу, всё расскажу по знаниям и покажу, что как сделать. Посмотрим, сколько времени это займёт. Поехали. Для начала нужно изучить профессию снятия шкур. Палатка, домик. Координаты всегда абсолютно будут на экране. Подходим, обучаемся. Снятие шкур Казалгара. 1 из 100. Также нам нужно иметь 72 уровень, чтобы мы могли вылутывать превосходный клык зверя. После этого мы тут делаем квестики. Получаем 350 проницательности. После этого подходим к лирендалю и заранее прикупим бумажку. За 200 пыли. Мы получим 15 знаний. Изучим её в тот момент, когда обнимем снятие шкур до 25. Когда мы сможем раскачивать наши талантики, нашу специализацию. После этого, конечно, я подразумеваю то, что у вас уже есть мейн 80-го. Мы тэпаемся. Тэпаемся в четвёртую локацию, в Аскахет. Там мы добудем немного киджей. После этого перекинем их с мейна. И вылутаю сейчас какой-нибудь тайничок, чтобы просто эта валюта появилась в сумке. Нивский тайник. Это самое ближайшее сокровище, которое вообще имеется. Подвешен под мостиком. Получаем 45 валюты. И перекидываем с любого другого персонажа штучек. Ой, сколько нам там нужно? 500, 20. Одна пусть будет штучка, чтобы немножко ещё осталась одна штучка. После этого мы начинаем пролутку знаний. Пролутка знаний получается для снятия шкур. Первое у нас находится тут сокровище. Панцирный полировщик. Летим к следующему. Оно будет находиться под городом. Вернее, в городе. Окей. Шлифовальный нож. Он нас интересует. Видим всё по карте. Зашёл в домик вовнутрь. Тут два моба враждебных. Убиваем их. И вылутываем клинок. Координаты опять же на карте. Что мы сделаем после этого? После этого мы должны найти торговца, который продаст нам 10 знаний. Можно вообще на любую профессию, в принципе, купить 10 знаний за 565 валюты. Находим его здесь. Товары для кожевничества и снятие шкур. Координаты опять же имеются. Покупаем и изучим. Окей, сразу почему бы и нет. Эти тоже все изучим штучки. Пока находимся во скахете, прокачаем навык до 25. Имеется замечательный спот, где много различных животных. Влетим именно туда. Всё абсолютно разоуешим. И быстренько выкачаем профу до 25. Профессия прокачана до 25. Можно даже изучить знания, которые нам выпало. Замечательно. Влетим в следующую локацию для пролудки. И это тайна сводья. Первый домик. Вылутываем с него контейнер. Дубильное вещество. Можем изучить тот свиток, который мы покупали. Ту бумажку. За синий порошок. Влетим дальше. Следующее знание будет в городе. Тоже в домике. Слева находится ящик. Сразу же юзаем его. Ещё и экспу дают. Прекрасно. Влетим в следующую локацию. Это гулки глубины. Хотя мы можем ими закончить. Ну давайте-ка, наверное, сначала в Браганаву. Только мне придётся небольшой крюк сделать. Ну окей. По тэпу и студым-сюдым. Надо было это сделать по факту изначально. Зацетить камень возвращения в таверну нового городка. Забыл. Окей. Эта ошибка стоила небольшого количества времени. Получается в городе ещё вылутываем сокровище, конечно же. Заходим тут в пещеру. В домик. Посольство Альянса. Тут будет предмет. Дарногальский резак. Тоже экспу с него вылутываем. По кайфу. Да и изучаем сразу. Вылутываем доски. Рядом с домиком. Ещё экспу получаем. Далее летим в гулки глубины. Там можем не лететь. Можем прыгнуть. В эту норку. Юднуть рычажок. И перенесёмся вниз. Зачем лишний раз лететь в город? По факту незачем. Долетаем до такой конструкции. И тут жмём рычажок. Мы его юзали по квесту. По факту это можно юзать в сфере того, чтобы быстро перемещаться между локациями. Аналог имеется рядом с той точкой, где мы впервые ходили в вылазку. В тот момент, когда проходили кампанию. Там тоже есть аналогичная постройка. Она тэпнет куда-то уже пониже или повыше. Не помню. Два сокровища вылутываем ещё. Вот. В домике под палаткой, под навесом последнее сокровище, которое мы вылутываем. И таким образом мы полностью докачиваем ветку опытного следопыта. Открывается новый крафт. Превосходная приманка на зверя. Крафтится с помощью пряного мясного бульона. Можно купить на ауке за пару голдинок. Можно скрафтить самому. Если вы раскачивали кулинарку, то у вас по-любому есть и бульоны. Тут уж как бы сами придумайте, да? Откуда взять. Получаем наживку. Лёгкая в крафте. Ничего прям сверхъестественного не нужно по факту. И летим в определённую точку. Самое сложное теперь. Вспомнить координаты. А тут даже и лететь далеко не нужно было. Окей, вот она точка. Но суть в том, что моб 80 уровня. Если я соло пульну, будучи 72-м, исход, я думаю, ясен. Сейчас нужно подсобрать группу или в какую-нибудь клинницу. Сидел, отдыхал, ждал своего хорошего зрителя, который согласился помочь. Клык уже стоит 15 тысяч. Возможно, в момент загрузки видосика он вообще будет стоить тысяч 10. Окей, наживка у меня есть. Наживка на панельке имеется. Иду суммонить. Рармик появится сразу рядом. Главное не умереть. Let's go. Половина заклинаний просто уходит в промах. Левел черепушка. Вопросики. Поэтому так и происходит. Облутываем моба. Обшкуриваем моба. Забираем клык. Выкидываем его на ок сразу же. Не халдим, не копим. Пока цена нормальная, сразу же продаем. Потом нужен будет клык на крафт оружия. Прилетели, добыли. И все готово. Слонцы клык, он хорош тем, что просто-напросто 100% дает вам этот клык. Без разницы, вы призвали его, не вы призвали его. Самое главное, чтобы вы были 72 уровня. На этом получается все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.